Проходит, значит, полдня. До полшестого клиента вообще не было. Я начинаю в голове промышлять план. Надо сближать. Вот именно, чтобы так запомнилось, чтобы я много-много рассказывала и смеялась, хотела создать план. Подходит ко мне эта Алла с вот этой кобылой, подругой. Кобыла подруга взяла другую судьбу, и я сначала не просекла, что там было в этой судьбе. Они, короче, поняли, подходят ко мне, вот эта Алла подходит и говорит, типа, Аня, а ты можешь, типа, остаться на работе, все равно клиентов нету, ты же уже на ставку вышла, короче. А я уйду. Я говорю, ты что ты? Говорю, первый день, говорю, я не пропаду, я еще в понедельник, короче, выйду. А она мне такая, короче, ну ладно. Потом прошло где-то полчаса, они реально стояли, промышляли какой-то план, промышляли. Подходит, короче, к этому, как его, как его зовут? К Саше подходят и такие там, на-на-на. А, я в шоке была, не рассказала только о нем. Приходит мужик, какой-то стрёмный пидор. Вот именно, знаешь, он же трансвистит, не трансвистит, а типа, сутенер, короче. Ты видела этого начальника? Юля, это капец. У него какая-то детская футболка, он не Микки Маус, но что-то типа такое. Детская футболка, он такой высокий, и одет именно такой, ну как по богатому, знаешь, как типа в Америке. Зашел и сел, короче. Я же там что-то поняла, там лан-чай, короче, они там пили. Я там то-то уберу, то-то, туда-сюда подошла, а эта повариха мне ходит. Что-то там с начальником уже познакомилась, и Саша, типа, подходит, что уже познакомилась с ним. Я говорю, это что начальник? Он говорит, да, и началась держать, как идет, окей. Ну типа, что я, типа, дура, короче, ничего не просекла, что это, короче, начальник. Короче, эта дура, Алла, подходит к этому Саше, и что-то там начинает шатать на ушко, а я же смотрю, поняла на нее вот так вот, ну думаю, типа, что она там ему говорит. И она, что-то типа, вот так вот показана на меня пацаном, что-то говорит. Я думаю, ну пиздец, и тут они разворачиваются и уходят. Так и было ее, типа, подруга, вот это с сыром чемоданом, и они вдвоем идут. Думаю, пиздец, что это за фигня. Потом у меня начинает в голове промышляться эта фигня, что они сбежали. Либо сбежали с концами, либо такие отпросились. Я же подхожу, Саша, говорю, а куда она пошла? Сорок минут пришло, их не было. А он говорит, типа, в магазин. Я думаю, ага, фиг там, в магазине, что подого они сбежали. Думаю, что я дура, блин. До полшестого никого не было с клиентов. А они, я такой вообще была в шоке. Короче, телевизор плохо, ну, короче, тихо был. Телевизор, музыка была тихая. Они сидели за столом, позвали эту повариху, они делали план. Реально, был серьезный план. Короче, это Саша, у него был план, что-то спите. Я не знаю, что спите, из какого-то ресторана. Они договаривались. Какая-то бывшая начальница, короче, туда приходит, в это кафе, и скандал постоянно устраивает. Она задолжала 30 тысяч гривен, короче. Вот, она задолжала 30 тысяч гривен. Боже, я представляю, сколько будет эта съемка денег стоить. Если мы этот компромат выложим на YouTube. Саша нам за зарплату отдал. Саша, что я за зарплату надел. Так, слушай, короче, 30 тысяч гривен она задолжала. Этот мужик будет. Понимаешь, что между нами двойна, короче, я за нее отдала эти 30 тысяч. И сейчас на ход и выделываются. Потом, короче, они начали промышлять. Они хотели, они хотели убить, убить Женька. Да, Женька, сначала подумала Машу, Женька, идиота. Что, убить хотели? Ну, да, они промышляли, что-то ему сделать. Они промышляли вызвать Барс, потому что у них хорошая связь. Поняла, на Барс? Короче, еще Барс, короче, его от этого побил, побил его, побил нормально. Женя какой-то умный чувак. На крыше живет, я не знаю, то ли Карсон, то ли хрен его знает. Че работает, он, че шо. Такой вот это... Маш, ты на меня, смотри. Посадиваш, да. Такой вот, давай, слушай, хорошо. Он писал право на, короче, сверху. Они просекли эту фигню и захотели на него Барс, короче, нанять. А этот мужик начал говорить, у меня хорошее отношение с Барсом. Если шел какая-то трака, я сразу вызываю, типа, и все, все кроты будут. Короче, они начали эти планы делать по поводу вот этой женщины. Они хотели тоже на него Барс выслать, и чтоб ее побили, и чтоб она просто исчезла из города. Да, промежали на какой-то ресторан, они что-то хотели скинуть, но я прослушала. А ты тоже слышала? Да, я это прослушала. Я сидела, думала, боже, что мне делать, что мне делать, что мне делать, бежать или нет. Это дура специальная специальная специальная, это сбежала, это Алла. А мне же одной оставаться. Думаю, нет. Так они по-серьезному все говорили? Они все по-серьезному говорили. Я вообще была в шоке. Они еще такие, Аня, Аня, ты где? Поняла? Я такая молчу, поняла, как на мыши моих подслушала, короче. А они такие, да ее нет, она, наверное, вышла. Я же первый раз побежала в эту комокку, поняла, в этот шифонер, фабрику сложилась со своей, поняла, вещи, короче, и сразу выбежала. Думала, сейчас кто-то резко зайдет, то я типа кончик взяла, типа покушать, короче. Такая хопа сразу прибегая, никого нету. Вот я думаю, все, надо уже действовать, надо действовать, чтобы потом кончику рассказать, чтобы было что-то вспомнить, посмеяться, туда-сюда. Я же быстренько взяла со своей вещи и сразу же умотала туда. Умотала и убежала сразу же. И что ты думаешь? Через три часа, через три часа они только начали мне звонить. И я была в шоке. Я понимаю, что мы с тобой первый день, когда пришли, они не знают наш номер. И я думаю, что это парс. Они через парс просекли через антенны. И я еще у девочки спрашивала в контакте. А она сказала, что можно через антенны определить и адрес, и мобильный телефон, и всю фигню. Да, я все это включила на пару дней. Писала статусы, что меня убьют, что у меня все посадят туда-сюда. Что я сильно много знаю, что я послушала лишний разобор, короче. И все, у меня была реально паника.